Всех приветствую, с вами Александр, это модификация ОГСЕ, иду я по квесту Братство. Мне нужно было найти вход в секретный бункер. Умирающий сталкер на заброшенной заправке попросил нас передать его братьям информацию о нем, чтобы они пришли к нему на помощь. Братьев нужно отыскать в бункере, в скале, на север хижины лесника. Код от бункера, 1983. Как нам он говорил, бункер находится за кустом. Посмотрим, что это за бункер и к чему это приведет. 1983. Готово. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Ни пуха, ни пера тебе. Кто ты такой, как сюда попал? Я меч нашел мимо заправки, нашел там одного из ваших. Его нужно срочно спасать. Кого ты нашел и что с ним случилось? Там двое человек было. Было одного зовут Жекан. Он еще жив. Второй умер. Они попали в пространственную ловушку и провели без еды и воды пять дней. Ты можешь чем-то доказать свои слова? Дело серьезное. А я не могу посылать своих людей куда попало. Жекан дал мне код от двери. Плюс у меня остаток осколок артефакта, который образовал ловушку на заправке. Этого достаточно. Нужно срочно его спасать. Где ты сказал он на заправке? На заправке, да. Послушай. Кто вы вообще такие? Что это за место? Это бункер немецких диверсантов времен войны. Позже расскажу и все объясню. Если поможешь, сейчас времени мало. Я хочу послать на помощь нашему брату врача. И в качестве охраны с вами еще пойдет оружейник токарев. Проводи их туда и прикуройся, что я в долгу не останусь и заодно расскажу, кто мы такие, если тебе это интересно. Хорошо, я готов. Тогда подойди к корню и выдвигайтесь. Проводишь его с токарем пострадавшему. Понял. Ты кто такой? Так, а кто они такие вообще? Интересно, что за братство. Так, токарев ты. Аркадий сказал нам выдвигаться. Ты готов? Я вас прикрою. Я готов, только мне нужно свою походную сумку с медикаментами собрать. Это займет пару минут. Хорошо. Но нам нужно поторопиться. Ваш брат долго не протянет. Да, конечно, мы с токарем будем жать тебя ухода через пару минут. Договорились. Сразу же нас переносит на заправку. к пострадавшему. Так, и что вы встали? Уже близко. Вы готовы? Да, здесь может быть опасно. Нам нужно быть осторожным. Самой собой. Так, выдвигаются ребята на заправку. Осмотрю я пока местность на наличие опасности какой-то либо. Так, и, наверное, нужно придется скрепить его отнестить в ход. Не уверен, что они смогут войти. В эти ящики. Так, в принципе, готово. Что дальше? Ребята, разъясним тут кое-кому что красть. Нехорошо. Ребята, разъясним тут кое-кому что красть. Нехорошо. Токарев остается на прикрытии. Что здесь происходит? Так, откуда-то появляется долг. Давай, я за ним пригожу. Ты чего здесь шляюсь? Не мешай операцию проводить. Какую еще операцию? Операция группировки долг по задержанию рецидивистов. Что они сделали? Эти двое из преступной организации, члены которой занимаются похищением артефактов и грабежом сталкеров. Разоряют схроны, как радут хабар, а потом продают. Ясно тебе? Что ты собираешься делать? Взять их. Слушай, как тебя? Впрочем, неважно. Передай этим гаврикам, что они попались. Пусть сложат оружие и сдаются. Времени даю 5 минут. Передам. Да, вот так появляется долг и ставит нам ультиматум. Оказывается, эти чистильщики разоряют схроны. Выясним причины этого. Что делать? Долговцы хотят вас пленить. Черт, это уже не смешно. Попытаемся дать отпор? Задаю вопрос. Я бы с удовольствием, но силы неравны. Зачем я взял с собой этот огнемет? Им только кабанов пугать против автоматов. Он слабый аргумент. Слушай, поговори-ка с Корневым. Может он что придумает? Хорошо. До встречи. Корнев, плохие дела. Там долговцы, они приехали за вами. О нет, мы попались. Что же делать? Надо как-то выкрутиться из этой западни. Послушай, это долгие изговорить, что вы там у себя в бункере и крадете артефакты. Что это вообще за чертовщина здесь творится? Я требую объяснений. Так и быть. Обстоятельства требуют от меня правды. Послушай, а мои остальные, которых ты видел в бункере, члены Тайного Братства под названием Чистильщики? Или Чистильщики? Занимаемся мы отнюднего роста, умощаем зоны и, соответственно, спасаем внешний мир. Почему? По-моему, этим и так успешно занимаются долговцы. Они уничтожают последствия. Мы боремся с причинами. И причины, эти артефакты, именно из-за них здесь появились люди. Именно из-за этих творений зоны здесь так много зла. Все члены Братства имеют зоны личный счет. У меня, например, она отобрала жену, у Токарева брата, у нашего лидера Аркадия сына. Мы не крадем артефакты, пойми. Мы собираем их вместе и подходящим способом уничтожаем. Прости, я не ослышался. Вы сказали, уничтожаем? Именно так. Это наша месть зоны. Зоны имеют борьбы с самой причиной. Слово. Порождаемая охота за артефактами и деньгами. Разве такими темпами можно достичь значимых результатов? Вас же мало. Да, действительно, обстоятельства. Да, нас всего девять, но мы имеем агентов практически во всех чек-зонах. Среди всех группировок, даже в монолите, они стараются перехватить крупные партии артефактов и направляют их в лощины. Также разведывают места схронов группировок и склады. Перекрывают поставки от торговцев. Так вот почему долг так зол на вас. Они какие-то артефакты не трогают, а сдают ученым. Я сам ученый и могу сказать, что для проведения исследований требуется гораздо меньшее количество артефактов, нежели то, которое руководство долга получает каждый месяц своих квадов. Меченый, мы не хотим никому зла, пойми, мы уничтожаем зло в зародыши. Помоги нам и позволить им палачам нас захватить, а местное нахождение бункера не должен знать никто, иначе братство конец. Так, тут два варианта, туда вам и дорога, и что же делать-то? Я предлагаю воспользоваться силой артефактов. Что ты имеешь в виду? Наш брат Евгений на несколько минут пришел в себя и рассказал мне, что тебе удалось разрядить некую аномальную ловушку, которая была здесь ранее. Это правда? Вообще-то да. Это была пространственная аномалия. Это явление нам известно, оно порождается артефактом маятник, если его долго держать без контакта с живым телом. Так вот, этот артефакт наш брат спрятал в сейфе, забыв при этом код к нему, что и создало ему неприятности. Это все ты знаешь сам, но суть в чем? Этот уникальный артефакт имеет одно очень интересное свойство. Он может телепортировать предметы на небольшие расстояния. Для этого его нужно совместить с артефактом, порождающим электрическую энергию. Тогда последний разрядится, а маятник получит импульс и совершит пространственный скачок, увлекая за собой своего носителя. Понял, к чему я клоню? Понял, но есть одна проблема. Артефакт, это приюжение ловушки, рассыпался на части. Да, действительно так и произошло. Не удивляйся, это его характерная особенность, но он очень часто распадается на несколько фрагментов, чтобы через некоторое время получить импульс. Получить импульс, срастить единое целое. Сколько фрагментов маятника у тебя осталось? У меня было четыре. Один самый крупный, я отдал вашему лидеру. Это судьба, обстоятельства складываются как нельзя лучше. Смотри, мы можем воспользоваться оставшимися частями маятника для того, чтобы перенесись в бункер. Потому что при импульсе меньшие части притянутся к большей, и каждая из них увлечет за собой своего владельца. Только вот есть одна заковырка. Да, частей три, а нас четверо. Что предложишь? У тебя идеи закончились. Да, действительно. В инвентаре у меня остались части этого артефакта. А один, как он сказал, я отдал владельцу. То есть, чтобы перенести их в бункер, мне нужно по части этого артефакта отдать. Трем бойцам из группировки Чистильщиков. Соответственно, я здесь останусь. Вы же Каном и Токарем телепортируйтесь в бункер, а я как-нибудь выкручусь. Слушай, это очень великодушно с твоей стороны. Если ты не придумал, то тогда давай мне часть и маятник, и мы удерем прямо сейчас. Я не из таких задниц выбирался. Вот осколки. Удачи вам, Чистильщики. Да, ушли ребята. Я остался с долгом. Смотрите, долг становится враждебным. Я не знаю, к чему это приведет в дальнейшем. По сюжетной линии. Ну, как бы то ни было, придется решать вопрос с долгом. Решать вопрос с долгом. Возвращаться в бункер. Другого варианта у нас не остается. Я думаю, именно в бункере и продолжу. Ваш брат жив и относительно здоров. Я впечатлен тем, как ты умело применил силу зоны для того, чтобы помочь нам. Теперь ты друг нашего брата. Если у тебя есть личный счет с зоной, ты можешь вступить в наши ряды. Да нет, слава Богу, нет. Тогда тебе с нами не по пути. Извини. Впрочем, без награды я тебя не отпущу. Что же тебе подарить? Так. Можно денег попросить. Артефактов вряд ли они дадут. Потому что они их уничтожают. Патронов. Снаряги. Оружие. Снаряги. 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 Отлично. Что у нас теперь остается по заданию? Так. Это понятно. Выбраться через кордон. Получить информацию о Сталкере Болтуне. Это пока не выполняется. Да, походу мы уходим с этой локации. Я думаю продолжится в следующей серии. С вами был Александр. Всем пока.